друзья всем привет с вами на связи канал муравьиный дом и сегодня мы продолжим нашу уже постоянную рубрику будни мир мекипера в сегодняшнем видео мы расскажем вам как изготовить вот такой вот контейнер для содержания наших популярных кормовых культур у мир мекиперов это жук знахарь мучник за фобос почему мы решили снять такое видео на самом деле нас немножко даже расстроило то какие контейнеры делают новички и то в каком состоянии после этого у них находятся их кормовые культуры какие-то натягивают марли там сверлят какие-то отверстия в итоге все равно отверстия не помогают субстрат плесневеет жуки умирают личинки не развиваются на самом деле уже честно устали мы смотреть с болью в душе как вы мучаетесь как вы страдаете как вы не можете сделать нормальный человеческий контейнер поэтому сегодняшнее видео именно об этом для изготовления контейнера для содержания кормовых культур нам понадобится вот такой вот пищевой контейнер называется емкость для продуктов купили мы его сети непродовольственных товаров которые называются рубльбом возможно у вас есть другие магазины я абсолютно не призываю вас покупать именно такой контейнер вы можете купить контейнер любой ширины длины и высоты но нам нравится именно такой форфактор в силу того что он имеет небольшую высоту так как доставать жуков неудобно если он будет например высотой там 20 сантиметров и при этом и при этом он не занимает много места нам не нравятся контейнеры которые там 50 сантиметров шириной так далее то есть для нас это принципе идеальные варианты мы в таких тоже содержим своих кормовых насекомых то есть этот контейнер уже хорошо показал себе на практике поэтому мы и будем продолжать делать инкубаторы он может быть любого цвета не абсолютно красного вот в предыдущей картинке вы видели что он желтого цвета крышка может быть так далее это москитная сетка вы можете использовать и железную сетку не обязательно должна быть москитной но желательно чтобы шаг отверстий именно квадратиков был у нее но не больше чем это то есть если вы найдете сетку где отверстия будут еще больше то скорее всего жук может через них уже начать пролазить у него такое бывает когда их сильно становится много корма не хватает а его не уже пытаются покинуть контейнер поэтому москитная сетка продается в строительных магазинах она стоит там 150 200 рублей там за два квадратных метра то есть вам ее хватит на всю жизнь вы можете после этого еще 200 контейнеров изготавливать и вам еще хватит и хватит на долгое время мы также изготавливаем из нее контейнеры мини контейнеры для содержания жука знаки первым делом вам понадобится прорезать квадратное отверстие в контейнере в крышке того чтобы туда можно было вклеить москитную сетку давайте это сейчас и сделаем ножом канцелярским пользуйтесь аккуратно чтобы не пораниться но опять-таки эстетика тут сильно прям как не важно главное чтобы вы не разрезали крышку полностью чтобы она у вас могла после этого закрываться старайтесь сильно близко краю не провязать крышку так как потом она у вас потеряет жесткость ну отступите немножко от края полтора-два сантиметра этого хватит для того чтобы у вас субстрат уже не плесневел крышка у нас готова грани у нас получились слегка чуть-чуть неровными но тут на самом деле в этом деле не особо это играет какую-то роль поэтому у вас возможно получится лучше далее после того как вы вырезали прямоугольное окошко берем москитную сетку прикладываем ее по самому краю крышки ну то есть не по краю отверстия а по краю крышки для того чтобы вам было к чему приклеивать размечаем ее здесь линии надреза но дальше уже можно резать ножницами вырезаем вот такой вот прямоугольник из москитной сетки прикладываем к нашей крышки если он получился слишком большим можем его уменьшить края сейчас закруглим прикладываем проверяем все в принципе подходит идеально далее берем клеевой пистолет вставляем естественно туда клеевой стержень вставляем его в розетку нагреваем и начинаем приклеивать как я клею обычно такую сетку я сначала делаю по приклеиваю на одной стороне делаю натяг приклеиваю на другой таким же макаром делаю на противоположных сторонах ну это нужно для того чтобы если вы начнете клеить с одной стороны она у вас начнет сминаться не так как вам надо у вас получится не очень хороший результат после того как у вас грань высохла вы можете еще раз руками ее натянуть того чтобы у вас натяжка была и приклеить в последнюю сторону придержать руками чтобы она не съезжала можете подуть так быстрее высыхать будет ну все друзья вот получился такой вот интересный достойный результат сейчас берем и пистолетом проклеиваем полностью всю сетку по кругу не жалеем прям клея так как эти стержни дешевые только пожалуйста ребята не покупайте такие пистолеты фикс прайсе я вас умоляю они одноразовые то есть вы оставили там на 10 минут в розетке и все и он сплавился сходите не пожалеете лучше переплатите рублей 100 200 ну купите более-менее нормальный пистолет строительном магазине где-нибудь строительные точки он хотя бы вам прослужить не один раз стоит он такой вот не дороже там 300 рублей абсолютно проклеивайте обязательно все углы все щели чтобы жук у вас не мог нигде пролезть ну вот друзья вот получился такой результат если какие-то нити остаются от клея то можете их руками убрать дожидаемся полного высыхания клея чтобы у вас он не приклеился к контейнеру если даже у вас сетка получилось не сильно натянута то это на самом деле не страшно все пожалуйста друзья контейнер у нас готов плюс в том что крышка закрывается плотно и вам не надо будет натягивать какую-то марлю и жук у вас никуда не убежит благодаря сетки у вас никогда не будет присниветь субстрат яблоки там морковку которую вы кладете бананы ничего никогда не случится даже если вы будете поливать субстрат пипеткой ничего не будет это уже проверено не один раз и вам даю стопроцентную гарантию все друзья готово в следующем видео я расскажу вам как приготовить субстрат для жука знахаря и расскажу вам о его содержании так как у многих как казалось бы странным возникают сложности с содержанием знахаря хотя ну сложности проблем там вообще никаких нет но у некоторых жук не плодится не развивается умирает и мы решили записать видео про содержание его в том числе так что подписывайтесь на канал следите за следующими выпусками из рубрики будний мир википера и оставайтесь с нами всем хорошего настроения всем пока спасибо